Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, и разработчики выложили на продажу два танчика. Хочешь, бери отдельно каждый, хочешь, возьми в составе вот такого вот набора за 15 тысяч золота. Итак, за 15 косарей золота нам предлагают Эмиля1951, ЛансНЦ, камуфляжик Викинг на Эмильчика. Я, честно говоря, крайне спокойно отношусь к камуфляжами. Данный камуфляж, ну, честно говоря, как-то смешно даже на танке смотрится, но это мое субъективное мнение. Да, прикольно, щиты висят, да, флажок какой-то непонятный сверху, но в целом, ребят, мне, честно говоря, даже вот в обычном камуфляже мой танк вполне спокойно заходит и вполне спокойно играется. Поэтому к камуфляжам отношусь спокойно, поэтому особой ценностью и не считаю лежащие в составе набора. Хотя, в целом, если вы все равно хотите взять себе две данных машинки, то данные камуфляжи, я думаю, что лишними не будут. Итак, ребят, продолжаем обсуждать. Есть еще вот этот аватар, которого сейчас вкладывают во все, без исключения, наборы. Мне и аватар-то, в принципе, не нравится, да и в целом аватары я не воспринимаю, опять-таки, на любителя. Что касается X5 по 15 штук на каждую из этих машин, открытое оборудование на восьмом левеле, да, безусловно, это не так уж и дорого, но в то же время не настолько дешманское, как на пятом, либо шестом. Поэтому спасибо большое разработчикам за то, что дополнили набор открытым оборудованием, ну и, соответственно, два слота в ангаре. Что с собой машины представляют, будем сейчас разбираться, ну, а в первую очередь сейчас будем обсуждать в данном видео конкретно Emilia 1951. Итак, Emilia 1951. Кем-то востребованный, кем-то нет. Я думаю, что первое, что необходимо посмотреть, это на данную машину в сравнении с аналогом, который является абсолютно проходной машиной, которую вы можете открыть у себя просто в ветках исследований. Итак, смотрите, Emilia 1951 якобы славится своей бешеной броней, но какой-то бешеной брони я, честно говоря, здесь не наблюдаю. Давайте посмотрим. Вот сейчас поставим вот так вот прямо вот этого Emilia 1951 и посмотрим на Emilia 1 проходного. Ребят, вам не кажется, что в Emilia проходном даже в чем-то побольше брони? То есть вот здесь вот, допустим, с учетом приведенки, 249, вот здесь 250. У 1951 здесь 224, 225. Да, вот здесь вот на бортах башни 285 вроде бы как, но здесь, ребят, 273. Сказать, что это прямо настолько существенно меньше, ну я бы, честно говоря, не сказал. Что касается верхов башни, здесь тоже, в принципе, все очень схоже. Да, немножко другая форма расположения. Немножко шире здесь у Emilia 1 вот это вот расстояние, да, верха башни. Но, ребят, согласитесь, все-таки не настолько существенно. Что касается по бронелистам, верхний бронелист 211 против у проходного 255. Окей, хорошо. Даже если там попытаться как-то их вот так вот выставить, то все равно получается, что у проходного-то, ребят, больше брони. Что касается нижнего бронелиста, вот здесь в нижнем бронелисте у нас 190, грубо говоря. У проходного здесь 157. То есть получается, что существенным, действительно существенным является разница бронирования нижнего бронелиста. Ну а какая разница, насколько бронирован нижний бронелист, если, ребят, верхний бронелист меньше бронирован и башня меньше бронирована, чем у проходного. Теперь давайте обратимся к ТТХ по данным машинам. Вот сравнительная табличка по характеристикам обоих машин. И смотрите, Эмиль первый, Эмиль далеко не первый, 1951, за которого просят, между прочим, 8500 голды. ДПМ, одинаковый, можно сказать. Пробой, окей, типа в пользу Эмиля, 1951, но всего лишь на 3, или сколько, господи, простите, на 13 миллиметров. В целом, насколько это существенно, ну не знаю, может если там в какой-нибудь схватке против девяток, окей, хорошо. Но против восьмерок, честно говоря, и 217 хватает. В конце концов, если что, закинул голду в Эмиля Перо и можешь вполне спокойно себе играть. Альфа, 320 против 310, я бы сказал, что одинаковое. Одинаковое. Количество полных выстрелов за минуту, именно полных, ребят, выстрелов, потому что это магазин. И он, соответственно, успеет полноценно перезарядиться два раза всего лишь. А не там два с кусочками. То есть ты не можешь за минуту бросить именно 6,5 снарядов, либо 6,3. Поэтому количество полных выстрелов, ребят, составляет, простите, абсолютно одинаковое количество. Перезарядка. Я бы сказал, что, в принципе, ребят, одинаковое. Потому что перезарядка 12,28 и, простите, 22,28 и 21,35. В принципе, ребят, рядом лежат абсолютно. И, честно говоря, улучшай ты, что Эмиля Перо, что Эмиля 19,51. Что бы ты на него ни поставил, что на одного, что на другого, плюс-минус все равно будет разлет тот же самый. Калибр одинаковый. Скорость полета снаряда полностью одинаковая. То же самое касается сведения, разброса. Что касается там УВНов, тоже, в принципе, все одинаково. Да, пускай там, типа, у Эмиля 19,51 на один даже градус, как бы, УВНчик типа хуже. Но, блин, вообще даже не заметишь этого. Скорость машин. Да, окей, хорошо. А Эмиль 19,51 быстрее передвигается в пространстве по карте. И мощность двигателя у него чутка получше. И удельная мощность тоже становится, соответственно, немного лучше. Но мне почему-то, вот по ощущениям, играя, что на Эмиле 19,51, что на Эмиле первом, ну, нет разницы абсолютно никакой. Ну, понятное дело, что Эмиль 19,51, будучи прямо, имеет доходность выше. Само собой разумеющееся. Здесь 97%, в принципе, как у всех. Хотя есть машины проходные, у которых по 90%, допустим. Поэтому Эмиль первый, даже я бы сказал, что далеко не самый худший фармер из проходных машин. Да, здесь доходность 175. Но, ребят, этих 175 практически у всех премиумных машин. Процент побед здесь больше. Но знаете почему? Наверное, потому что данную машину позволяли себе купить те ребята, которые дольше играют, больше голоду собирают, кто-то вообще донатит. Ну, соответственно, те игроки, которые имеют по определению выше процент побед. Соответственно, и на Эмиле 19,51 этот процент побед больше. Плюс к тому, ребят, стоит отметить, что Эмиля первого многие проходят на базе, не открывая все оборудование, а просто переходя на девятый левел. А эту машину вообще, в принципе, продают. Поэтому, наверное, так и получается, что 54% побед на Эмиле первом связано, скорее всего, не с тем, что машина менее играбельная и хуже. А просто потому, что на Эмиле 19,51 играют, как мне кажется, более подкованные игроки. Итак, возвращаемся с вами в ангар, ну и я думаю, что с учетом того, что мы обсудили с вами, дальше обсуждать в ангаре просто нечего, поэтому просто побежим с вами, повоюем на данной машине. Пока мы заходим в бой, хочу обратиться к каждому из вас. Пожалуйста, я вас очень сильно прошу, оформите подписочку на канал. Не смотрите канал без подписки. Вы смотрите, но, честно говоря, это не помогает развитию канала. Я благодарен вам за уделенное внимание и очень буду благодарить в дальнейшем за то, что вы смотрите мои видео. Но если вы будете их смотреть с подпиской, оформленной моему каналу, это добавит определенных возможностей в росте. А я бы очень сильно хотел развивать дальше свое начинание. Поэтому заранее вам большое спасибо. Подписывайтесь на каналчик. Ставьте палец на колокольчик обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Ну и обязательно, ребят, обязательно ставьте лайки данному видео и пишите свои комментарии, свое мнение по теме того, что обсуждаем. Мое скромное мнение следующее. Я приобрел себе данную машинку на новогоднем аукционе. У меня многие, многие интересовались, не в курсе ли я, будет ли данная машина на аукционе. До этого она была в ивенте и можно было ее там получить, изрядно закидывая донаты. Ну, короче говоря, машинка была, прямо скажем, не для всех. Что же касается моего скромного мнения по результатам каток на данном аппарате. Я вообще, в принципе, не сильно люблю цикличные барабаны. Есть, безусловно, пара машин в игре, которые мне заходят, ну, несмотря на то, что у них цикличные барабаны стоят на вооружении. Но, ребят, данная машина к ним, к сожалению, не относится. Я могу сравнить игру на данном аппарате с бегуном, у которого то ли тахикардия, то ли у него аритмия. Ну, короче говоря, получается так, что ты вроде бы начинаешь быстро бежать, потому что барабан действительно, ну, классно отстреливает между снарядами. Пушка, в принципе, ребят, точная. То есть сказать, что это какое-то косое орудие, прям совсем в корень, нет, не косое. Время сведения, да, подкачивает, но, как правило, на всех барабанных орудиях оно, ребят, подкачивает. В целом, когда ты полностью свелся и бросаешь, даже вот как вы сейчас видели на дальних расстояниях, пушка вполне себе нормально отыгрывает. То есть, действительно, снаряд в основном летит туда, куда ты его отправляешь. Но, ребят, после того, как вы откинули свой барабан, у вас начинается вот это вот время перезарядки вашего барабана, которое все никак не заканчивается, а ты бы уже стрелял. Но, вроде бы, как бы еще и рано, говорит тебе сама игра, мол, типа, постой, подожди, сейчас я тебя еще немножечко поперезаряжаю. Короче говоря, ребят, вот так и получается, что выходит бегун на дорожку, но у него аритмия. Начинает он бежать, пробегает он 20-30 метров, останавливается и начинает запыханно пытаться отдышаться. И когда он отдышался запыханно, только после этого он опять начинает бежать, опять пробегает какое-то количество метров, ну и, соответственно, снова останавливается для того, чтобы перевести дух. Вот точно с этим всем можно сравнить игру на данном Эмиле. И именно этим он мне не заходит. Я не люблю такой геймплей, при котором ты сначала срываешься, как сумасшедший голопом в бой, а после этого останавливаешься и непонятно чего выжидаешь, ждешь, пока твои там союзники пытаются кого-то сдержать, чтобы они пытались что-то там сделать годное, пока ты будешь перезаряжаться и таким образом тебя прикрывали. В моих понятиях, если ты уже закатился в драку, то в этой драке необходимо полноценно участвовать, ну и, соответственно, держать удар. Держать удар на данной машине ничем не легче, чем на какой-либо другой премиум машине, тяжелой, из тех, которые, ну, по крайней мере, есть у меня в ангаре. То есть сказать, что действительно ты себя ощущаешь как-то более безопасно в бою, нет. Сказать, что ты прям не боишься того, что кто-то на тебя выйдет, тоже нет. Сказать, что часто бывают рикошеты, ну окей, хорошо, часто, но я ради интереса поиграл на Эмиле первом проходном, и я не могу сказать, что на нем эти рикошеты встречаются реже. То есть машина, в принципе, кроме того, что она фармит, она практически ничем, ребят, не отличается от проходного танка. Но стоит ли тратить деньги ради того, чтобы приобрести себе машину, которая просто фармит? Не знаю, ребят, сложно ответить на данный вопрос. Наверное, у каждого свои предпочтения по тому, на чем играть и как. И, в принципе, насколько цикличные барабаны хуже для кого-то, чем барабаны с дозарядкой, тут уже все действительно на любителя, да, вот кому что больше нравится. Но я скажу свое субъективное мнение. Я не вижу смысла приобретать себе машину, которая, да, пускай на что-то годное в бою, да, пускай она фармит, и вот, допустим, там, в данном бою, с учетом того, что у меня есть активированный прем-аккаунт, я получаю 61 тысячу серебром. И это практически ничего не сделало в бою, потому что 1220 урона для этой машины это просто ни о чем. И есть бои, в которых действительно ты накидываешь вполне спокойно там 2-2,5 тысячи, даже не задумываясь, не заморачиваясь. И машина на это способна. Об этом я абсолютно не спорю ни в коей мере. И третье место в команде по урону, как бы, тоже ни о чем для данного аппарата. Да, я добрал там недобитков каких-то, но, честно говоря, я не считаю данный бой прям совсем 100% показательным. Хотя бывают на этом эмильщике бои и куда хуже, когда ты этого не делаешь и тебя сливают. Короче говоря, от боя к бою, безусловно, не все 100% победны. Но, ребят, мое скромное субъективное мнение следующее. Вот если вы хотите купить себе премиумную машину, то я думаю, что в первую очередь необходимо думать о ее уникальности. Ну вот, допустим, Action X, равному которых нет и похожих машин в ветках тоже нет. Возьмите Леву. Лев тоже не имеет аналогов среди проходных танков. Возьмите Акулу, которая тоже существенно отличается от многих других машин, но и, соответственно, не имеет каких-либо аналогов среди проходных машин на своем уровне. Да, в чем-то есть похожие автомобили, но, ребят, все-таки это не полное дублирование всего, чего только можно продублировать, кроме подвижности коэффициента фарма. Причем подвижность всего на 5 километров. Насколько существенно? Да практически несущественно, я, честно говоря, разницы не ощущаю. Покупать или не покупать? Безусловно, решать вам. Я высказываю свое субъективное мнение, а вы напишите в комментариях, согласны вы с ним или нет. Мое же скромное мнение, 8500. Данная машина не стоит однозначно, по крайней мере, в голом ее виде. Вот если бы его продавали тысяч за М7, я бы сказал, что да, имеет смысл обратить на него внимание. А так, я бы, честно говоря, не брал и взял себе его только потому, что продавался на новогоднем аукционе со существенной скидкой. Ну, а мне, соответственно, нужна пища для того, чтобы снимать новые обзоры. И как ютюбер, только из этих соображений я приобретал себе Emilia1951. Это был честный обзор на Emilia1951. Согласны или нет, пишите в комментариях с моим мнением. Буду вам безумно благодарен. Ну, и отдельно буду благодарен за вашу подписку. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну, и обязательно спокойствия. Пока-пока.